Сим-карта, медикаменты и все самое необходимое. Рюкзаки новобранцев укомплектованы на все 100. Ребята готовятся в долгую дорогу. Большинство призывников добровольцы. Те, кто понимает долг превыше всего и с гордостью готовы его выполнить. Исмаил Буружев, к примеру, собирается показать, насколько ингушский дух и дисциплина будет дополнять боевую мощь ВВС. Ребята будут проходить службу в пяти гарнизонах смешанных войск. Это пехота, артиллерия, ракетный полк и нацгвардия. На этот раз в армейские будни предстоит окунуться 25 новобранцам. Подтянутые в военной форме, они готовы служить на благо Родины. А поддержать своих земельков в лице покупателя приехал Мубарак Мальсагов, который в вооруженных силах уже больше полугода. Поздравить ребят собрались общественные деятели, сотрудники администрации и духовенства республики. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации проводы прошли без родных и близких. Ребят провожает и заместитель председателя правительства Мария Мамриева. На самом деле сегодня для всех нас, как всегда, в этот период волнительный день. Потому что мы провожаем на службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации наших ребят, на которых у нас огромная надежда, что они достойно будут представлять нашу республику, наш народ, родителей своих. И мы пришли с этой приятной миссией, чтобы пожелать вам выдержки, самоотверженности, здоровья, успехов в выполнении нашей почетной обязанности служению Родине, служению вооруженных войсках Российской Армии. В числе провожающих и председатель комитета по защите прав военнослужащих Ингушетии. Радимхан Могушкова поздравила ребят с этим важным шагом в их жизни. Также дала несколько наставлений. Я часто бываю, выезжаю в войск и по войскам частям. Я надеюсь, что вы будете служить достойно, хорошо, ведите себя достойно. Помните, как провожали вас ваши родители. У нас традиционно наряд не извинился, что и в прошлом году, и в этот год мы также отправляем такой же личный состав в количестве. Диапазон отправления в другие субъекты Российской Федерации увеличивается. В этот раз и есть Северный флот, в Мурманск отправляем, поэтому у нас все добавилось в это направление. То есть на сегодняшний день, имея тот наряд, мы можем и больше отправлять людей. Почему? Потому что если есть желающие, мы будем исходить из того, что мы можем это сделать. Здравствуй, армейский быт. Впереди у них целый год вдали от дома. Большинство намерены твердо связать свою жизнь с военным делом и продолжить службу после армии, заключив контракт с военной частью. Микаил Тангеев, Адам Гулоев, Акрамат Досхоев, Новости 24.